Тунеядство Так сказать прикреплен только к прозападно настроенным демократическим силам, которые выступали против Лукашенко. Проще говоря в стране был Лукашенко пророссийский так называемый и вот эта прозападная оппозиция. Немногочисленная, ну то есть как сначала было довольно многочисленное, посмотрите митинги там 90-х годов, как это все было, но Лукашенко ее потихоньку задавил. И так продолжалось собственно говоря до 2014 года, пока не произошли известные события в Украине. После всего этого в обществе произошел раскол серьезный. Собственно во всех странах и в России в том числе в обществе произошел раскол вот по одному вопросу отношения к тому, что там происходит. Почему так случилось? Всех постсоветских республик это касается в той же степени как и Украины. Вот Алексеевич сказала на одном своем выступлении про то, что в Беларуси можно разжечь гражданскую войну между католиками и православными, но это конечно неправда. Тут она ошиблась, но это она так для примера только сказала. Но основная суть такова, я вот считаю, что такой проблемой, которая способна разжечь гражданскую войну и серьезное противостояние в белорусском обществе, как и вообще в любом постсоветском, это отношение к России и вообще к советскому и российскому вот этому периоду, когда эти страны входили в Российскую империю и в Советский Союз. То есть одни относятся к этому категорически положительно, что это хорошо и надо бы опять все это повторить, соединиться, а другие категорически отрицательно, что надо смотреть на Запад, это вообще тупик, мы ходим столетиями по кругу и ни к чему хорошему не приходим. Так вот было до тех пор, пока начались проблемы экономические серьезные в России, точнее они были, но они обострились. Денег стали выделять на Беларусь гораздо меньше. И вот тут-то начались брожения. Во-первых, это собственно само отношение к происходящему на Украине, собственно. Одна часть заявляла, что надо поддерживать Россию, там ДНР, ЛНР, признать Крым, почему Лукашенко не поддержал там Россию полностью, не признал Крым и все другое, почему он там с Украиной торгует топливо, оружие какое-то, тягачи там поставляет, а другие наоборот. Вот Лукашенко там гад, предатель, он там с Путиным не понимает сам, что и Беларуси то же самое грозит, что и Украине, как бы у нас тут не создали что-то подобное. И вот две вот этих точки зрения противоположных сильно обострились. И возникла вот в этот период, оформилась, они такие люди были раньше, но они как-то особо не выдавались. Вот в этот период, я считаю, после 14-го года как раз стала оформляться вот так называемая красно-зеленая оппозиция. Что это такое? Это люди, которые настроены в большинстве своем про-советский, про-российский, ну многие такого уже приличного возраста, там за 40. Люди, которые считают, что было бы вообще неплохо стать частью России, объединиться, но при этом они не считают себя абсолютно ватой какой-то. Ну не все кто-то прямо и называет себя так ватниками, но я считаю, что это все-таки не вата. Вата это несознательные какие-то люди, которые верят просто пропаганде государственной, какой угодно, что это люди несознательные. А это именно осознанные люди, которые считают, что мы вот должны смотреть в восточную сторону. Опять-таки я напоминаю, что далеко не все из них относятся так однозначно к тому, что надо именно присоединиться к России. Некоторые считают, что и независимая Беларусь также может существовать, но они категорически против каких-то там укрепления связей, там вступления в Европу, там Евроассоциации и прочего. Я не выражаю свое мнение, просто, так сказать, озвучиваю их позицию. Отношения их к демократическим силам тоже очень разные. Одни настроены радикально против, другие настроены компромиссно. То есть, ну надо, как говорится, всем искать общие точки соприкосновения, всем жить в одной Беларуси, и поэтому, как говорится, надо как-то находить общий язык. Лично у меня же есть несколько вопросов по поводу этих товарищей. Во-первых, если, как они заявляют, Лукашенко это плохо, он, в общем, все делает плохо, но при этом они как бы не очень-то против присоединения к России, соответственно, выходит, что к Путину они так не относятся, как к Лукашенко. Они считают, что это гораздо лучше, и тут я ничего не понимаю. Они против Лукашенко, но за Путина. А чем Путин лучше Лукашенко? Это тот же самый Лукашенко, только чуть более интеллигентный, но зато он посылает солдат в Сирию воевать, Украину, еще непонятно там куда, посмотреть, а больницы в каком состоянии российские. И это не то, что у нас улицы, дороги. Это, так сказать, из минусов. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, как можно хаять Лукашенко, но при этом говорить, Путин молодец, там и к России присоединяться. Если вы хотите присоединиться к России, значит, вы любите Лукашенко, вы просто не хотите это признать. Иначе как? Следующий вопрос красно-зеленой оппозиции, который меня интересует, это в чем, собственно, выражается их борьба, так называемая, с властью? Если они борются, то как это выражается? Митинги и выходы на площади, они не приветствуют, революцию они тем более не приветствуют, но тогда каким образом выражается эта борьба? Подписание петиций? Возможно, да, что-то там и было. Но все, что я видел, это несколько роликов на ютюбе, где констатируется, что в Беларуси преступный режим, Лукашенко управляет неправильно, плохо то, что продали землю, плохо там, что подняли цены на бензин и т.д. и т.п. И все, только констатация факта. Борьбы никакой я не видел. Говорить о текущем положении в стране, то это не борьба, это всего лишь констатация факта. Мы в жопе, окей, все, мы в жопе. Проблема в том, что нам недостаточно констатировать факта, нам надо понять, как из нее выбраться. Ну что, с общим разобрались, теперь, пожалуй, давайте перейдем к частному. Рассмотрим конкретных представителей оппозиции. Вот самыми яркими, кого я могу назвать, это Алекс ТВ, Шакардос и Хлорка ТВ. Ну это так называются их каналы. Людей, которые, по моему мнению, являются главными рупорами, так сказать, вот этой красно-зеленой оппозиции. Самым одиозным из них является Шакардос. Панты, мат и практически прямые призывы к сепаратизму и разжиганию межнациональной розни. Ну вот вы только послушайте. Послушайте, как разговаривают поляки. Здесь к этому видео, ребята, есть один очень интересный комментарий. Я вам сейчас его прочитаю. Язык, шипящий, как у змеюки, которые наступили на хвост. Вечно обиженные шляхтичи, нищепаны, лизали всем налево и направо. Ши-ши-ши-ши-ши. Вот такой классный комментарий я сегодня нашел. Оно так и есть, это ж правда, я ж не обманываю никого. Никогда никого не обманываю. Ребята, посмотрите, как ведет себя поляк. Как он себя ведет. Вы посмотрите. Это несчастье, блядь. Вот несчастье просто. Как его еще обозвать, я не знаю. Смотрите внимательно. В понедельник наш вице-премьер встречался с уважаемым Александром Григорьевичем, а вчера уже Беларусь отменила визы для поляков, так что я на выходные собираюсь в Гродно с друзьями, понимаете. Как вам, Вася, а у нас и не было... Ну, 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 проститутка, ну, как его еще назвать? Проститутка, ну, жопой крутит, лицом крутит. Ахаха, вот. Ну, шлюха, е**. Вот эти пидористические бородки, заросшая е**а, вот это вот, посмотрите. А сам не нахуй не способный такой при... Вот это вот такой вид поляка я вам рисую, пожалуй. Это поляк с полячкой. И вот попробуйте убедить меня, что это не разжигание межнациональной розни. У вас это не получится. И подобные люди еще что-то говорят про фашистов, про пиндосов, про бандеровцев, про 9 мая. То есть, знаете что, нельзя осуждать фашизм и, по сути дела, самому быть фашистом. Вот этого я точно никак не пойму. До кучи добавить еще сепаратистские призывы данного человека присоединить Гомель к России. За такое вообще-то дают уголовный срок. Это прямые призывы к сепаратизму. Неудивительно, что канал данного пользователя забанили на ютюбе. Жить неплохо устроившись в Беларуси, но при этом всячески выказывать презрение к ее культуре, к народу, к языку, к истории, практически ко всему. Разве это нормально, а? Что вот об этом можно сказать? Ладно, власть. Власть действительно заслуживает только презрения. Но все остальное... Ладно, все. На этом закончим с Шикартосом. Больше про него ничего говорить не хочу. Пусть все остается вот как есть. Давайте следующего. Так, что у нас тут? Хлорка ТВ. Смотрим, открываем канал. Выживание в Москве без денег. 18+, Алкострим. Умрут все. Хулиганка. Забрали паспорт. Вечно молодой, вечно пьяный. Пить или не пить. Ну, в общем, что тут сказать? Пьянка, хулиганка, бомжевание. В Москве выживание. Там попытки заработать денег. Ну, с одной стороны, конечно, это хорошо и здорово. И главное, очень близко для белорусов. Как выжить в Москве, как заработать денег для белоруса. Главное, что заработать денег, выпить, отдохнуть, собственно, ну, вот такие вещи. Может быть, это не совсем здоровый образ жизни, но каждому свое, как говорится. Но, а где тут борьба? А, простите, где тут борьба с властью? Они же говорят, что оппозиция. Ну, и в чем? В чем тут борьба заключается? Лично я считаю, что для белоруса как раз-таки недостойно ездить где-то в Москве, в Петербурге, или еще где-то там зарабатывать, копаться в мусорках, пытаться куда-то там устроиться, неизвестно куда, чтобы хоть копейку какую-то заработать. Я считаю, что белорус должен достойно жить в Беларуси. Иметь здесь работу хорошую, нормальную, чтобы на ней можно было прожить. Вот в чем суть. А здесь что? Разве это оппозиция? Ну, в принципе, у меня на этом все. Выводы пусть каждый сам сделает для себя сам, какие он здесь увидел и услышал. Я их делать не буду. И, соответственно, жду ответа от красно-зеленых. Господа, на этом выпуск закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк обязательно, напишите что-нибудь, поддержите проект, потому что это важно, как можете, если вам было интересно. С вами был Серый Кот. Увидимся.